...от смуты и кровопролития. Однако грядущая Россия в его видениях выглядела тревожно. Он говорил, что видит в будущем трёх ужасных правителей, каждый из которых прольёт реки крови, не сможет устоять перед дьявольскими соблазнами и будет служить Антихристу. Один должен прийти скоро, он будет поклоняться дыбе и кнуту. У второго будут усы, как у кота, он будет плавать по морям, как рыба, и захочет сам управлять церковными делами. В общем, первый это Иван Грозный, потом Пётр Первый. Вот мы видим гороскоп, по сути дела, Ивана Грозного. Родила княгиня Ивана 25 августа 1530 года. Вот это всё монстры. Вот мы видим печать Сатаны. Сатурн, квадратура Солнца, усиленная Марсом. Поэтому, соответственно, тяжёлое детство, деревянные игрушки, как говорится, ну, даже слишком железные, что, в принципе, как бы подтверждается и гороскопом, но также, как бы, и, соответственно, определяется жёсткостью сатурнианской души, лунной сатурнианской, но главная квадратура Солнца, Духа. Сатурн в квадратуре к Солнцу, да ещё и с Марсом. Так что, естественно, жёсткость и принципиальность это, так сказать, особое качество. Тем не менее, Нептун в противостоянии к Солнцу показывает нам чётко, что иллюзии у него были, так сказать, не меньше. То есть, соответственно, это получается в борьбах Христа по Нептону с Солнцем, египетским Омоном Ра, индийским Сурий. В принципе, это проявление огненное, поэтому, соответственно, это императорское, господствующее. Вот это оно и дало заблуждение, которое не дали проявиться милосердию, были вот эти страхи, иллюзии и прочие накопления. То есть, шла борьба двух эгрегоров, двух миров, то есть, христианства и, скажем, личностного Бога. Ну, такого Бога, как у Моисея, то есть, конкретного Господа с конкретными знаками. Поэтому, соответственно, вот и это также дало тяжелое напряжение. Хотя мы видим здесь и прозерпину в квадратуре с Меркурием, что, естественно, говорит о подозрительности, о очень четких таких мелочах, которые очень сильно мучили. Хотя аспект Солнца с Меркурием довольно-таки хорош, в том смысле, что все-таки он много понимал и мог выражать то, что понимал в словах, в своих понятиях. Ну, тоже здесь королевский градус. Так что, в принципе, царь-то хорош, но вот не повезло ему, так сказать, с должным воспитанием. Хотя все знания получил. Ну, а еще больше всего обращать внимание на себя Юпитер. Тригоний с Плутоном, что говорит о чудотворных способностях и о огромной великой вере Ивана Грозного. Хотя Юпитер находится в разрушительном градусе в начале весов, что говорит о его очень высокой чуткости по Венере, хотя здесь и узлы и Луна, но тем не менее эта способность прогрессивная, высокое чувство красоты, прекрасного, очень высокий дипломат, но опять же тяжелое детство, интриги, внешние враги сделали свое дело. страх врага точно такой же страх, как у Сталина. Ну, вот посмотрим дальше, что там еще нам скажет. Он будет велик, но ради своего величия погубит много людей. третий, третий, тоже будет усад и вдобавок сухорук. Он разрушит храмы Божии, половину страны сделает темницей и посадит туда многих своих подданных, а других соблазнит, чтобы они поклонялись ему как Богу. Ну, вот тоже фраза погубит много людей. Можно подумать, что любая власть не от сатаны. Любая власть от сильного, то есть смиренные, кроткие власти не рвутся, рвутся только даже не сатанисты, а скорее всего дьяволисты. Хотя мы видим здесь печать сатаны у Ивана Грозного, но дьявольского тоже не меньше. Не буду говорить, какие параметры, это уже и так можно догадаться, людей знающих. Хотя не знающих, лучше и не знать, дабы не скушаться. Нужно созревать, чтобы такие вещи знать и понимать. Поэтому любая власть, к сожалению, на земле оттока от сатаны и очень жесткая, кровавая. А духовная власть, которая мог бы обладать чудотворец, миролюбивый, всесчедрый, ну, конечно, такую мудрость надо иметь, как у Соломона, хотя у Василия Блаженного все-таки не хватало. Хотя многие вещи он очень четко чувствовал, воспринимал, как говорится, пеленгировал, но, видимо, не смог до конца выразить и объяснить в нужный момент, когда это было более всего необходимо. Так что, пока что вот так. все эти правители суть один и тот же измерк антихристов. Существуют люди, правицы, видящие люди, которые могут видеть вперед. Это неоднозначное явление, поскольку произойти может много вариантов событий. Все пророки, правицы обычно рассказывают то, что может произойти в худшем случае. Василий Блаженный видел кровавое будущее своей Родины, но пока ничего не мог в нем изменить. Он лишь знал, что Русь надо спасать. И главное, не дать ей погрузиться в пучину междуусобиц. Тем временем, после смерти Ивана Третьего на престол взошел его сын Василий. Он уничтожил всех своих соперников. Ну, это и понятно, что любой тиран всегда уничтожит всех своих соперников. Хотя, предыдущая фраза меня зазепила, что есть пророки, которые всегда видят и как бы худшие. Здесь не надо быть большим пророком, ибо всегда бывают худшие, хотя проходят какие-то более-менее стабильные периоды. В итоге идет борьба, борьба на выживание, поэтому, соответственно, всегда есть напряжение, есть всегда препятствия, всегда есть интриги, всегда есть те, кто пытаются захватить, как это делали все время поляки завидовали в Москве, и все время это было и будет, борьба и история полностью повторяются. Поэтому, здесь не надо быть большим пророком, все историки у нас практически хорошие пророки. Только дело в точности момента, то есть знать точное время. Вот это, конечно, даже великие пророки не знают, а все образно в каких-то смутных, туманных таких-то, так сказать, предсказаниях. Великого князя московского Василия Третьего не дал московскому престолу наследника. Василий развелся с женой и женился вторично на юной Елене Глинской. Но после свадьбы прошло уже три года, а царица все не могла забеременеть. Царю в это время было уже за пятьдесят. Великая княгиня Елена Глинская подолгу молилась Владимирской Божьей Матери о сыне и наследнике. Но ответа на ее молитвы все не было. Однажды вечером, когда царица преклонила колени перед образом, она неожиданно увидела рядом Юродиова. Глинская испугалась, но тут же вспомнила, что ей рассказывали о блаженном Василии и поняла, что это именно он. Глядя княгине в глаза, Еродивый сбивчиво заговорил «Вижу родиться у тебя сын, разумом широк, а нравом лют. Много горя принесет он людям, но, обещал Василий, пока смогу, буду за ним приглядывать». 25 августа 1530 года у великой княгини родился сын Иван. В тот момент, когда младенец появился на свет, землю и небо сотрясли сильнейшие удары грома. Но все восприняли это как добрый знак. После рождения сына царь прожил совсем недолго и умер, когда Ивану было всего четыре. сатаны она и родила. Даже здесь мы выйдем. Хотя немного таких знакомых с такими показателями. И чудотворцы даже есть некие, которые обладают такой же великой верой. Даже удивительно, как это все так интересно срабатывает. Поэтому вот мы видим печать сатаны. Хотя она очень частенько встречается. в таком сочетании здесь конечно больше всего удивляет Венера в весах Сепитера без луны. Что естественно говорит о утонченном вкусе Ивана Грозного. Но судя по всем этим событиям, которые происходили, это очень сильно вся красота и утонченность. Да и Юпитер в разрушительном градусе. Далее особое коварство в его душе и его чувствах. Естественно борьба за власть, за конкуренцию. Поэтому естественно врагу не пожелаешь такой судьбы и такого счастья быть царем. Что мы опять же видим. Ничего хорошего в этом не произошло. Власть перешла к Елене Глинской и она крепко держала ее в руках. Когда после смерти Василия Третьего Елена Глинская просто захватила и вырезала группу родственников своих, которые могли претендовать на престол и отобрать у ее малолетнего сына будущий, великокняжеский престол, будущее царства. Она поступила совершенно оправданно. Потому что могла начаться гражданская война, повелось бы море крови, погибла бы масса простого народа, дворян и бояр с двух сторон. И не выиграл бы никто. Вот замечательно рассуждать, вырезать своих родственников, включить хорошие кармические счета и нести благо всему государству. Вот вам пример. что может еще такого произойти хорошего в таком государстве и в таких родовых отношениях. Какой пример дают особые мудрости наши же правители. о чем еще дальше рассуждать? Такова реальность из грязи в князь. Поэтому вот вам пожалуйста то, что идет накопление родовая, накапливать столетиями, тысячелетиями лучшие качества для рода. А здесь видите, какая резня. Поэтому какие нужны еще доказательства. вот вам и вся беда. ...трахи за свою жизнь. На его глазах погибла отравленная боярами мать. Произошло три дворцовых переворота. Казнем и тайным расправом не было числа. Такое детство не могло не отразиться на характере будущего государя. Иван, как и предсказывал Василий Блаженный, был широк разумом. То, что у него были способности и так мы видим эти куча напряженных аспектов преодолевает эти препятствия. Может и других присылать по желанию. Но вот то, что у него показатель Солнца в соединении с Марсом это, конечно, очень интересный аспект сильного волевого характера. Хотя он немножко комплексуется квадратурой по Сатурну. Но тем не менее это все и выразилось в том, что сейчас он будет ведущий передачи рассказывать почему он вдруг проявил в себе такие жесткие качества. Образование знало несколько европейских языков. Много читал. Как много не читать. если у него Луна с Венерой и с Юпитером то еще в весах. Он должен все знать и уметь он уже был все-таки эстет и чувство дипломатии и конечно все ужесточенное потому что шла жесткая борьба за выживание. Ну естественно наработать качество Венеры гармонии красоты ему так сказать не давала агрессивная среда это его же собственные страхи что в принципе и Сталину мешало чувство врага вечного врага врага народа до поры до времени его лютый нрав никак не проявлялся но окружающие видели беспокойные подверженные резким перепадам настроения характер мальчика впервые Иван показал себя перепады настроения как же могут быть не перепад настроения если идет квадратура Сатурна по Солнцу да еще весь Лилит кто здесь может быть еще хорошего которая идет квадратура и на Солнце и на Марс с Сатурном поэтому естественно только закалка только жесткий подход вот и все эти жесткие элементы которые ему нравились в решении всех проблем в 13 лет когда приказал бросить заподозренного в заговоре боярина Андрея Шуського на растерзание псам вина князя была очевидна всем но жестокость казни потрясла окружающих Василия Блаженно конечно не потрясать окружающих в этом то его и было проявлено эстетическое чувство извращенной формы что ему же еще оставалось сделать здесь оправданы такие зверства по отношению к своим родным и близким хочу же говорить о каком-то князе который точно был виноват и так сказать даже где-то предателем в день казни Шуйского было страшное видение он видел Русь объятую пламенем и окруженную со всех сторон несметным сатанинским войском антихрист и его подручные с пёсьями головами уничтожая и пожирая все на своем пути добрались наконец до царского трона вот вам проявление солнца с Марсом его сатанинская печать антихрист сбросил царя и сам воссел на трон и царь и антихрист были на одно лицо Василий не мог знать что опричники которые совсем скоро станут главной опорой Ивана изберут своим знаком пёсью голову но он чувствовал что в царевич человеческое начало борется с Бесовским и решил помочь Ивану победить тьму в его душе самый Иван Грозный был человеком крайне нестабильным метущимся и он искал опоры конечно для Ивана Грозного Василия Блаженного это был такой символ надежности и стабильности Иван Васильевич венчался на царство в Успенском соборе Кремля в 1547 году к тому времени Василий был уже прославленным юродивом которого в Москве уважали любили и чтили как только царь вступил на престол Василий Блаженный пришел к нему во дворец Иван слышал о юродивом и принял его ласково но ответом на милостивое царское приветствие было молчание Василия царь мгновенно пришел в ярость А что со мной говорить сказал ему юродивый Ты бы сначала с Богом поговорил Ведь ты грешный даже и не молился сегодня утром вовсе Иван был поражен Действительно в тот день чуть ли не впервые в жизни набожный царь пропустил утреннюю молитву Это конечно интересная деталь потому что здесь очень набожный царь и по-моему должен был бы всегда молиться Мы же видим какой у него так сказать Нептунчик с солнцем то есть это такие нереальные иллюзии фантазии поэтому естественно что мозги ставить на место естественно что он должен что-то практиковать тем более в таких ужасных условиях нужно все время себя гармонизировать поэтому интересный конечно такой так сказать ход событий в таких деталях он написан поэтому даже интересно откуда это все кто-то узнал чтобы нам так сказать это донести ну посмотрим дальше Иван рассказал Василию о своем сне прошлой ночью ему привиделось как он жестоко расправляется с мятежом казня заговорщиков направо и налево царь начал просить у блаженного прощения за свой грех но тот лишь указал ему на икону спасителя тут же при юродивом Иван опустился на колени и долго молился а потом они долго беседовали с Василием наедине с тех пор блаженный старец приходил во дворец тогда когда считал муж молитвенный экстаз не был чем-то необычным для Ивана четвертого царь никогда не отличался уравновешенностью его всегда бросало из крайней набожности в беспричинную жестокость все здесь мы видим четкое подтверждение вот этих всех иллюзий и очень такой понятной сатанинской печати и конечно квадратура Марса с Сатурном это конечно особая жестокость можно быть аскетом в отношении к себе а не к окружающим что естественно как в пряще в отношении бревна и скалки мы обычно эти зеркала все путаем все время мы вытаскиваем не собственную скалку вот в которой есть бревно а видим бревно у ближнего своего хотя это всего лишь скалка в глазу которая является проекцией нашего же собственного бревна поэтому такой макро и микрофокус конечно тяжело особенно в себе разоблачить он сам понимал что одержим и порой отчетливо чувствовал что темные силы все сильнее овладевают его душой и рассудком ну а темные силы наверное уж понятно где не будем показывать где конкретно где конкретно но те кто увидели те понимают иван грозный прислушивается к пророчествам василия блаженного но темное начало в душе государя с каждым годом все больше дает о себе знать да 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 от кармы конечно не убежишь чаша грехов карма то есть чаша грехов она только утяжеляется со временем а грехи надо отрабатывать от них не убежать двестия о подготовке восстания в мятежном новгороде царь иван пребывал в мрачных раздумьях напротив царя уставившись бессмысленным взглядом в пол сидел василий блаженный отвлекшись от размышлений царь приказал подать им обоим дорогого заморского вина но василий приняв чарку вдруг перевернул ее и вино оказалось на полу иван удивился и велел принести вторую чарку блаженный опрокинул ее царь решил что оказывает василию недостаточно любезности и третью чашу поднес ему сам но и это вино оказалось на полу иван был вне себя от ярости но василий успокоил его я государь сказал он твоей милостью пожар в новгороде тушу иван послал в новгород гонца когда наручный вратился выяснилось что в тот самый час когда в москве василий лил вино в новгороде вспыхнул страшный пожар лето стояло засушливое деревянные дома вспыхивали как спички последствия могли быть ужасными но внезапно с ясного безоблачного неба хлынул ливень который и предотвратил катастрофу до до удивительная история хотя мы увидим понятие милости нептун очень шикарный нептун в третьей декаде рыб хороший милостивый есть конечно элемент иллюзии в этом всем тем не менее это милость это величие бескорыстность естественно что бескорыстность была у царя безусловно хотя она не отражена мы вроде бы ее не видим не понимаем ее было очень много но мы можем подозревать что даже те способности которые были у царя свозь изотворными способностей царскими которые мы видим и вот видим даже прозерпина который идет на северный узел узел раху поэтому соответственно мы видим юпитер с плутоном тригончик который еще очень хороший секстиль нептун плутон вот поэтому естественно что да такие манипуляции смогли бы сработать тем более чувствительный такой как Василий Блаженный видя чувства сыграть на этих струнах есть куча других вопросов непонятных кармические заплеты были слишком тяжелые естественно были убийства и борьба за такая родовая борьба за власть поэтому конечно не без этого но тем не менее такое интересное чудо имело место быть царь Иван давно держал обиду на новгородцев и нисколько не опечалился бы если бы мятежный город выгорел дотла но он понял что Василий вновь смирил его гордыню и показал что Господу гибель Новгорода неугодна и пока юродивый был жив царь придерживался благоразумной политики в отношении свободолюбива еще как смирять гордыню кто бы сказал что ее не смирять с такой печатью сатаны невероятная гордыня невероятные комплексы мученические страдальщики только сатана может страдать от таких комплексов новгородцев Иван продолжал считать что они должны полностью подчиниться Москве но пытался добиться этого мирным путем в народе про Василия говорили что он видит бесов в любом облище и всюду преследует их но помогать Ивану в борьбе с темными силами ему становилось все труднее тяга царя к злу порой казалась непреодолимой победить ее государь мог лишь тогда когда рядом был Василий стоило царю остаться одному темное начало в нем тут же брало верх Василий хотел чтобы царь сам научился ограждать себя от нечистой конечно не брало бы верх поэтому естественно если он бы кого-то уважал соответственно тогда он мог бы как бы условно контролировать а когда он царь уважать некого не за что поэтому естественно ему защищаться вот и оправданное зло защита чувство незащищенности чувство врага соответственно поэтому вот нужно нужно понять чисто так по-человечески царь были бесы а зайцем испуганная царская душа и спастись от этих адских псов объяснил царю блаженный ты сможешь лишь превратившись из зайца в льва найдя в своей душе новые силы да интересно как он из этого зайца может найти льва есть замашки на льва все пораженная курит пораженный во льве солнце пораженная и соединение сатурном естественно противостояние нептуна квадратура сатурна да еще и квадратура обедит делает свое плохое так сказать действие конкретно упорно сильно направленный труд нечистое знание чтобы четко точечными ударами поражать все препятствия преодолевает их правильно естественно чтобы сливая душонка закомплексованная сатурном требующие попадающие в иллюзии зеркал требующие от других больше чем от себя не закаленное скетизмом может давать такие жесткие волчьи собачьи скорее всего волчьи замашки непонятно марс соединение солнцем это конечно очень что-то сечное очень очень конечно что-то волчьи это должно было послужить тому что увидев психолог может рассказать тем более так очень наглядно осознав и поняв мог перестроиться перестроить себя и тем самым перестроить судьбу страны но стать сильнее чем он был и вам не мог он рос в атмосфере страха и насилия царя с детства мучили приступы паники ему вечно чудились убийцы он боялся даже собственной тени и его жестокость была оборотной стороной страха ну а что мы говорим то чувство защищенности уже раньше мы это выяснили те же проблемы были у старина ну а что поделаешь василий надеялся что этот животный ужас разбудит в иване страх божий блаженный приберег что если царь не усмирить свой жестокий нрав то в последний день своей жизни он совершит страшный грех убийство да на этом мы будем заканчивать я думаю потому что дальше уже будет как бы не совсем астрологическим совсем интересно всем остальным спасибо за внимание ставьте лайки пишите вопросы задавайте вопросы будем максимально откровенны всем счастья удачи и радости всем привет